Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Sword Warriors. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом обязательно убедитесь, есть у вас какой-то скачанный чит или нет, именно предназначенный для версии Roblox от Microsoft Store. Если у вас вдруг его нету, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. Star и Splash на данный момент сейчас не работают, потому что они работают только на браузерной версии. А как вы знаете, до сих пор на браузерной версии не смогли обойти античит, который добавили, так что они до сих пор не работают. Также видео прикреплю в подсказках, можете его посмотреть. Там, в принципе, сложного скачивания и получения ключа ничего нету. В принципе, посмотрите, я думаю, поймете, разберетесь. Дальше пишем название режима, нажимаем поиск. На данный момент есть два скрипта. Вот насчет второго не знаю, работает он или нет, потому что я его добавлял, получается, месяц назад, даже чуть побольше. Возможно, то, что он уже перестал работать. Но сегодня я добавил новый скрипт. Вот он, первый по счету. До записи видео я его проверял, все работало. Так что, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку ввести. И ждем, пока заинжектимся. Так, все, вроде бы как инжект прошел. Дальше нажимаем кнопочку запустить. И вот появляется скрипт. В принципе, функций здесь довольно много. Давайте, наверное, начнем с автохэтчем. Такая самая простецкая функция. Значит, яйцо за 50 гемов есть. И у меня на него как раз хватает. Нажимаем вот сюда, где написано 50 гемов. И смотрим, что происходит. А, стоп. А, это выбор яйца. Немножко тупанул. Сорян. Вот здесь, короче, вы можете выбрать яйцо. То, которое хотите открывать. У меня пока что хватает только за 50 гемов. И нажимаем на кнопочку open. И смотрим, что происходит. Отлично. Как видите, автооткрытие работает. Все четко. И работает она даже с дальнего расстояния. То есть, не обязательно стоять рядом с яйцом. Дальше есть функция EQ Best. То есть, одеть самых лучших. Но... Так это не питомцы, стоп. Это оружие. И мне выбрало оружие такое же, которое у меня сейчас есть. Кстати, мы можем сейчас с вами проверить крафт. Нажимаем крафт all. И, как видите, автоматически оружие скрафтилось в более сильное. Так, ладно. Погнали теперь следующую функцию тестить. Заходим, значит, в эту игру. И начинаем сейчас проверять, как работают функции. Так, все у нас перекинуло. Первая функция это Kill Hour. Включаем и смотрим. И, как видите, автоматически я начинаю с помощью этой функции всех мобов убивать. Которые бегут на меня, чтобы убить меня. Но не успевают добежать, потому что у них силенок не хватает, как видите. Также есть функция автоскиллы. То есть, это автоиспользование скиллов. Но они у меня не выбраны. Давайте попробуем выбрать. А, стоп вроде выбраны. Или нет? Не понимаю пока что. Так, стопэ. Что-то я не понимаю, как их одеть можно. Так, давайте Reset сделаем. А, это за Robux. Не, не понимаю, как их одеть. Короче, ладно, не будем здесь на этом долго останавливаться. В принципе, эту функцию сами можете проверить. Я думаю, она будет работать. Дальше. After Rebirth. На Rebirth у меня хватает или нет? Да, хватает. Давайте сделаем. Все, я его сделал. Как видите, эта функция работает. Отлично. Так, идем дальше. Есть автоквест. То есть, это автоматическое выполнение квестов. Мы берем квест какой-то. Принимаем. Все, мы приняли квест. И автоматически его выполнили, получается. Нифига себе. Стоп. Почему так быстро они выполняются? Хотя, возможно, то, что я до этого их уже, эти квесты брал. И давным-давно их уже выполнил. Короче, но эта функция тоже работает, как видите. Здесь можно поменять вашу скорость. Допустим, поставить 50. Нажимаем Enter. И смотрим. Как видите, скорость тоже работает. Отлично. Так, в принципе, давайте вернемся в лобби. И проверим оставшиеся функции. Это автоапгрейды. Что я здесь могу прокачать? ХП, атаку, скорость и крит. Давайте включим ХП и сразу выключим, потому что оно очень быстро прокачивается. Так, все прокачал. Дальше атаку проверяем. Тоже прокачалось. Speed тоже прокачался. И крит. Все отлично. Как видите, эти функции все работают на автопрокачку. В принципе, все четко. Ладно, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи. И пока.